Вакуум-ассистированная биопсия Этот метод применяется как и под ультразвуковым контролем, так и под маммографическим контролем, МРТ и томосинтези. В данном случае мы будем обсуждать именно вакуум-ассистированную биопсию под ультразвуковым контролем. Система вакуумной биопсии молочной железы позволяет проводить высокоточную диагностику новообразований без проведения открытых хирургических операций. Значительно превосходит по диагностической точности иные малоинвазивные биопсии. В нашем центре используется система Encore Inspire, может использоваться для проведения инвазивных операций по удалению небольших доброкачественных опухолей, таких как фиброденома, протоковая папиллома и другие. Процедура может проводиться амбулаторно при использовании местной анестезии и занимает в среднем от 10 до 20 минут. И опухоль может быть сокращена в размерах или в большинстве случаев нам удается ее полностью убрать. Использование технологии ВАП в клинической практике приближает диагностическую точность к идеальной, что в свою очередь дает хороший терапевтический экономический эффект. Используя систему вакуумноспирационной биопсии, более чем в 95% случаев врач-онколог получает высококачественные образцы ткани и имеет возможность верифицировать диагноз, а также своевременно и точно определить дальнейшую тактику лечения или же наблюдения. Такие аппараты, которые существуют у компании BART, более современные, это Encore & Spire, где есть монитор, больший функционал, который можно применить при выполнении процедуры. Маленькие такие исторические аспекты, что там еще за 1000 лет до нашей эры стали появляться инвазивные методики лечения и диагностики. В 93-м году появились аппараты для трепан биопсии, и вот в 95-м году появился первый аппарат для вакуумноспирационной биопсии. Фред Бурбанк и Марк Ричард, они изобрели этот аппарат и в 2002 году эта методика была одобрена компанией FDA. Из доброкачественных наобразований мы можем выделить, что большая часть женщин в период своей жизни имеет те или иные проблемы в молочной железе. Чаще всего это кисты молочных желез, они составляют 24%. На втором месте идут фиброденомы, 17%, локализованный фиброденоматоз, склерозирующий аденоз, внутри протоковой папилломы, радиальный рубец. В целом все эти категории допустимы к удалению при вакуумноспирационной биопсии, за исключением первой позиции, потому что кисты, как нам известно, можно не убирать, их можно при большом желании или показаниях выполнять пункции этих кист. Здесь бы хотелось бы остановиться подробно на методике выполнения этой процедуры. Пациентка приходит с результатами анализа в крови, это клинические биохимические гулограммы. Пациентка принимает накануне, за 3-2 дня, в день выполнения вакуумноспирационной биопсии, извините, трониксам в умеренных дозах, да, 1000 мг 3 раза в сутки. Пациентку мы укладываем на кушетку, животом вверх, визуализируем по датчикам УЗИ нас интересующий участок, обрабатываем все это раствором антисептика, да, используем одноразовые стерильные простыни. Дальше вот здесь на слайде внизу видно, что делается разрез в простыне, где, ну, в зоне интереса, где мы будем выполнять эту процедуру. Повторно обрабатываем раствором антисептика, вводим местную проводниковую анестезию, мы используем рапивокаин. И, в общем-то, если нам образование необходимо как-то сместить, допустим, если оно находится близко к коже или близко к мышце, то мы можем, в принципе, его сместить в ту или иную сторону, создав такую подушку из анестетика. И после чего, в общем-то, вставляется такой одноразовый зонд, да, который используется, обычно там диаметр 7G, это 4 мм игла, или 10G, это 3 мм диаметр. И под ультразвуковым контролем это образование послойно убирается, мы видим, как оно исчезает. В области зонда есть апература, где имеется скальпель и вакуум, который, в общем-то, и дает возможность получить материал в достаточно большом объеме. Здесь, в общем-то, видно справа на слайде, какая разница действительно есть при выполнении трепан-биопсии и вакуум-аспирационной биопсии. Допустим, при использовании трепан-биопсии иглой 14G мы получаем примерно 12-17 мг тканей, а при выполнении вакуум-аспирационной биопсии иглой 8G порядка 300 мг. Далее пациентка после выполнения этой процедуры дополняется компрессия, холодовой режим. В дальнейшем, через 20 минут после выполнения процедуры проверяем повторно датчиком УЗИ, исключаем кровотечение и пациентку перебинтовываем на сутки. И дальше пациентка приходит спустя сутки для перевязки, для, опять-таки, визуализации этой зоны, которая была удалена. Ну и, в общем-то, преимущество этой манипуляции – это быстро, так как это выполняется, действительно занимает какое-то небольшое количество минут. Ну, примерно бывает от 5 до 10, там, 15 минут в среднем. Это безопасно, потому что происходит небольшая травматизация, это делается не под общей анестезией, это результативно, так как мы получаем большой объем тканей. Это эстетично, так как не делаются никакие большие разрезы, нет большой травматизации, опять-таки, кожа. Ну, это удобно, так что пациентка приходит в центр и через час может уже ехать домой, это тоже очень удобно для пациентов. Недостатки этого метода – это околореолярное расположение образований, то есть на образовании, которое находится под сосковой областью, они достаточно воскулиризированы, какие-то осложнения в виде больших гематом, они имеют место быть. Но если же образование находится достаточно далеко от соска, но также в центральном расположении, то мы, в общем-то, эти процедуры выполняем. И также такие вот тоже относительные недостатки – это образование, расположенное близко к коже или мышце, что видно на слайдах внизу. Но мы также, как я говорил ранее, можем создать подушку из анестетики и, в общем-то, это образование сместить. И в большинстве случаев это получается выполнить. Ну и вот самый, наверное, большой минус – это размер образования, которому ограничено, это обычно не более 2,5-3 см. Так как чем больше на образование, тем больше вероятность остаточной опухоли в этом месте, ну и риск большей гематомы. По Европейской ассоциации визуализации молочной железы они выделили группу пациентов, которым предпочтительно выполнять вакуум-аспирационную биопсию. Это наличие фибродома у пациенток с фактором риска, наличие генной мутации БРК1-2, рак молочной железы и рак яичников у близких родственников. Наличие фибродома перед процедурой экстракорпорального оплодотворения и перед планированием беременности. Наличие протоковых попелом молочной железы, слерозирующий аденоз, атипическая гиперплазия, плоская АТП, радиальный рубец, но которые предварительно верифицированы. И также по американской коллегии радиологов тоже установлена группа пациентов, которым предпочтительно выполнять вакуум-аспирационную биопсию. Это пациенты с низкой вероятностью регулярного наблюдения, это крайне беспокойные пациенты, это увеличение в размерах при динамическом наблюдении и наличие болевого синдрома. Противопоказания это отсутствие визуализации в нашем случае при ультразвуковом исследовании, это злокачественный характер образования именно с лечебной целью, очень важно это подчеркнуть. Наличие активного гнойного воспаления, поверхностное расположение новообразований, патологии со стороны свертывающей системы крови. Ну опять-таки тоже последний пункт, это все условно, если патологии существует много, свертывающие системы, если они клинически значимы, то конечно же эта процедура не проводится пациентам. Но если какие-то есть сомнения, можно подкрепиться с заключением либо гематолога, либо терапевта. Осложнения, которые вызываются после вакуумо-аспирационной биопсии, это гематомы. Здесь процент на самом деле указан все-таки, мне кажется, занижен, это общие такие, общие мировые данные. Но гематомы образуются обычно в большинстве случаев, это адекватное заживление тканей после удаления какого-то участка молочной железы, достаточно бывает больших размеров. Там образуется гематома, которая в дальнейшем, скажем, это как этап заживления, поэтому это в принципе нормальная история. Остаточная опухоль, это в 3,6% случаев инфицирования от 0,1% до 6% кровотечения, 5-7% и пневмоторокс. Опыт центра. В нашем центре с мая 2019 по август 2023 проведено 248 вакуумо-аспирационных биопсий. Средний возраст пациентов составлял 38 лет, размерное образование среднее около 12 мм. В вакуумо-аспирационной биопсии с диагностической целью выполнялось в 35% случаев, а лечебная вакуумо-аспирационная биопсии в 65% случаев. Из этого количества выполненных процедур в нашем центре большую часть занимает фиброденомы, это 152 случая. Потом на втором месте дусклерозирующая ДНОС, 27 случаев, локализованный фиброденоматоз, внутрипотоковый цистоденопопиломы, рак молочной железы, 16 случаев, мастид. Было 2 случая филоидного опухоли, 1 случай, и олеолипогранулема, это 5 случаев. Здесь в общем-то это слайд, дублирующий предыдущий слайд, это такая круговая диаграмма, где показано, что действительно львиную долю занимает именно удаление фиброденом, 61%. Здесь вот случаи с пациенткой, это третьи сутки после вакуумо-аспирационной биопсии, мы видим, что есть остаточная такая гематома на коже. Пациентке был удален склерозирующий АДНОС, патоморфологи это подтвердили. Есть вот зона вес вкола, где располагался зонд. Также вот второй случай, тоже пациентка с фиброденомой около сантиметра в верхненаружном патронте, также была проведена акумспирационная биопсия, тоже здесь есть следы остаточной гематомы, вместо вкола. Также небольшое такое отступление по поводу маркеров, тоже мы их применяем не так часто, но тоже используем, когда это необходимо, когда есть какие-то сомнения в том образовании, которое мы удаляем. Мы устанавливаем маркер или метку, кому как угодно. Вот здесь видно, как метка выглядит на маммографии, это чаще всего обычно регенконтрастные метки, и большое бывает разнообразие, они разные бывают по форме, размерам, составляют от 2 до 7 мм, состоят тоже из разных материалов, это нержавеющая сталь, титан или не тянул. Используются эти маркеры или метки, показания установки внутритканевого маркера, это либо последующее динамическое наблюдение, либо последующее хирургическое лечение. Осложнение после установки меток этой миграции со временем, она составляет от 15 до 30% и аллергическая реакция. Ну и в общем-то выводы, да, эта методика вакуум-эспирационной биопсии обеспечивает надежное высококачественное получение материала, что приводит к достоверному гистологическому диагнозу, диагнозу эквивалентному открытой биопсии. ВАП является безопасным методом удаления доброкачественных образований молочной железы до 2 см, как альтернатива хирургическому вмешательству. И процедура выполняется амбулаторно-подместной астезией и является более экономичным исследованием в сравнении с хирургическим методом именно под общим наркозом. Это, в общем-то, команда, да, мы выполняем эти процедуры с 2019 года. Ну и в общем-то спасибо за внимание.